Йога для здоровья. Движение по направлениям. Когда во время сна вы находитесь в горизонтальном положении на протяжении нескольких часов, то смазывающая жидкость в ваших суставах скапливается с одной стороны сустава и прекращает циркулировать. Так что, когда вы просыпаетесь, тело требует, чтобы сначала вы смазали ваши суставы. Движение по направлениям – это простой способ добиться этого. Это также тренирует мышцы без риска повредить их. Суставы – это место концентрации энергетических каналов. Активизируя их, вы подготавливаете весь организм к действию. Вот несколько рекомендаций, которые обеспечат оптимальные условия для занятий. И значительно улучшат ваше восприятие практик. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, либо поставьте их в бесшумный режим. Не рекомендуется проходить программу на полный желудок или сразу после приема пищи. Пожалуйста, сядьте, выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Положите руки ладонями вверх, не скрещивая их. Эти условия подготовят вас к тому, чтобы быть в повышенном состоянии восприятия и позволят получить наибольшую пользу от практик. Эти практики безопасны и очень просты. Ими может заниматься любой. Обучаться практикам может любой по достижении 7 лет. Если вы носите очки, пожалуйста, снимите и отложите их на время занятий йогой. Приступим к изучению первой части упа йоги. Практика называется «Движение рук по направлениям». Мы будем выполнять эту практику в четырех разных направлениях. Сейчас мы увидим демонстрацию первого направления. Пожалуйста, посмотрите. Вот как это следует делать. Встаньте, поставив ноги врозь, параллельно друг к другу, на комфортном расстоянии. Глаза закрыты. Со вдохом поднимите руки перед собой так, чтобы ладони оказались прямо перед плечами. Это исходное положение. Первое направление – в стороны. На выдохе распрямите руки в стороны. Кисти должны вращаться наружу. Как только руки будут полностью выпрямлены. На вдохе медленно верните их к себе. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Это один цикл. Выполните его три раза. Важно не только вращать кисти. Ладони также должны раскрываться и закрываться вместе с вращением. Все мышцы должны быть напряжены, как будто вы что-то толкаете, как будто это отвертка. Создавайте максимально возможное напряжение в руках, при этом не создавая напряжение в остальном теле. Когда руки расходятся в стороны, кисти всегда вращаются наружу, одновременно с выдохом. При движении рук к себе, кисти всегда вращаются вовнутрь, одновременно со вдохом. Сейчас мы выполним три цикла вместе. Пожалуйста, встаньте. Убедитесь, что перед вами достаточно пространства. Встаньте, поставив ноги врозь параллельно друг другу на комфортном расстоянии. Глаза закрыты. На вдохе поднимите кисти к плечам. Это исходная позиция. На выдохе распрямите руки в стороны. Кисти должны вращаться наружу. Когда ваши руки полностью выпрямлены, со вдохом медленно верните их обратно к себе. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Это один раз. Мы сделаем еще два. Второй раз. Важно не только вращать кисти. Ладони также должны раскрываться и закрываться вместе с вращением. Создавайте максимальное напряжение в руках, не создавая напряжения в остальном теле. Третий раз. При движении рук от себя всегда вращайте кисти наружу, одновременно с выдохом. При движении рук к себе всегда вращайте кисти вовнутрь, со вдохом. Когда закончите, расслабьтесь и сядьте в удобное положение. Сейчас мы рассмотрим несколько распространенных ошибок, о которых необходимо помнить во время практики. Поясним. При движении рук от себя всегда вращайте кисти наружу. Вот это означает наружу. При движении рук к себе всегда вращайте кисти вовнутрь. Это значит вовнутрь. Не делайте это быстро или расслабленно, без необходимого напряжения. Делайте это медленно, создавая в руках столько напряжения, сколько можете. Но оно не должно распространяться на все ваше тело. Тело должно оставаться расслабленным. Мы рассмотрели, как выполнять эту практику в одном направлении. Теперь рассмотрим все четыре направления. Пожалуйста, посмотрите. Исходное положение. Руки перед плечами. Глаза закрыты. Первое направление в стороны. На выдохе распрямите руки в стороны, вращая кисти наружу. На вдохе верните руки к себе, вращая кисти вовнутрь. Обратите внимание, что кисти всегда должны быть на одном уровне с плечами. Это один цикл, выполните его три раза. Второе направление – вперед. На выдохе выпрямите руки вперед. Кисти должны вращаться наружу. Когда руки полностью выпрямлены, на вдохе медленно верните их обратно к себе. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Убедитесь, что вы напрягаете мышцы рук настолько, насколько это возможно. Это один цикл, выполните его три раза. Третье направление – наверх. На выдохе распрямите руки вверх. Кисти должны вращаться наружу. И снова медленно опустите их вниз на вдохе. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Это один цикл, вы должны выполнить его три раза. Четвертое направление – вниз. На выдохе выпрямите руки вниз. На выдохе выпрямите руки вниз. Кисти должны вращаться наружу. На вдохе поднимите руки наверх. Теперь вращайте кисти вовнутрь. Это один цикл, выполните его три раза. Теперь мы вместе сделаем три цикла во всех четырех направлениях. Пожалуйста, встаньте. Исходное положение. Ноги врозь, на комфортном расстоянии. Убедитесь, что они параллельны друг другу. Руки перед собой на уровне плеч. Убедитесь, что держите голову прямо, глаза закрыты. Первое направление – в стороны. На выдохе распрямите руки в стороны, вращая кисти наружу. На выдохе верните их обратно к себе, вращая кисти вовнутрь. Второй раз. На выдохе выпрямите руки. Убедитесь, что ваши руки двигаются на одном уровне с плечами. На вдохе верните их обратно к себе. Третий раз. Делайте полный выдох, когда выпрямляете руки. И полный вдох, когда возвращаете их обратно. Вернувшись в исходную позицию, поменяйте направление. Второе направление – вперед. Во время выдоха выпрямите руки перед собой. Кисти вращаются наружу. Когда руки полностью выпрямлены, на вдохе верните их к себе. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Второй раз. Убедитесь, что напрягаете руки изо всех сил. Третий раз. При вращении кистей ладони должны открываться и закрываться. Когда ладони открываются, распрямляйте все пять пальцев. Третье направление – вверх. На выдохе выпрямите руки наверх. Кисти должны вращаться наружу. И снова на вдохе опускайте руки вниз. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Второй раз. Руки должны двигаться вдоль линии плеч. Третий раз. Не спешите. Делайте это медленно, создавая напряжение в мышцах. Четвертое направление – вниз. На выдохе выпрямите руки вниз. Кисти должны вращаться наружу. На вдохе поднимите руки наверх. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Второй раз. Убедитесь, что вы не задерживаете дыхание. Третий раз. Руки должны двигаться по линии плеч вдоль тела. Закончив, вы можете расслабить руки и сесть в комфортное положение. Третий раз. Третий раз. Третий раз.